Сентябрь 2013 года американский металлургический гигант «Алкоа» в течение месяца закрывает целый ряд алюминиевых заводов по всей Европе. Точно такая же ситуация складывается и в западной части России. Компания «Русал» сворачивает производство алюминия сразу на нескольких предприятиях. Причина у промышленников одна. Рынок крылатого металла сегодня перенасыщен и нерентабелен. Отрасль нуждается в качественной модернизации производственных мощностей. То же самое есть в нефтехимии. Мы должны уходить на более высокие переделы нефтехимической продукции. Ну а тогда инжиниринг компании. Инжиниринг – это уровень повышения конкурентоспособности. Вы говорите, оживить, условно, спрос или поднять спрос. Другого-то пути нет, как снизить издержки и повысить конкурентоспособность своей продукции. Как спасти алюминиевую промышленность? Могут ли инновационные разработки удешевить производство крылатого металла? Какие решения готовы предложить инжиниринговые компании алюминиевым гигантам и можно ли на этом заработать? Обо всем этом в программе «Технопарк». Красноярский алюминиевый завод – крупнейший в мире производитель крылатого металла. Каждая четвертая тонна алюминия в России выплавляется именно здесь. Между тем, крас – это не только алюминий и его производство. Сегодня это основная площадка по внедрению инновационных разработок российских инженеров. Алюминий – самый распространенный металл на планете. В земной Корее его в 350 раз больше, чем меди, хрома, цинка, свинца и олова вместе взятых. Правда, в виде слитков, как, например, золото, платина или другие металлы, в природе он не встречается. Именно поэтому технологический процесс выплавки алюминия серьезно отличается от других металлургических производств. Серебро из глины сегодня получают так же, как и 200 лет назад с помощью электролиза. Процесс выглядит так. Специальные ванны на 80-90% заполняют так называемым креолитом. Это комплексная соль, в которой хорошо растворяется основное сырье – оксид алюминия или глинозем. Затем через этот расплав пропускают ток. В результате на дне ванны, катоде, скапливается жидкий алюминий. Полученный сплав разливают в ковши и отправляют в литейное отделение. Основу плавильно-литейного производства на Кразе составляют печи и миксеры. Это специальное оборудование, в котором готовят алюминиевые сплавы. Данные миксера компания установила на Красноярском алюминиевом заводе в 2006 году. Это самые большие миксера в компании. Их емкость – 100 тонн каждого миксера. И на них производятся сплавы в виде плоских слитков, которые впоследствии перерабатываются в баночную продукцию, в литографичную, для литографии, для проката и так далее. Печи и миксеры – это целый плавильно-литейный комплекс, который отвечает за перемешивание металла, поддержание температуры и другие аспекты металлургического производства. Сегодня разработкой этого уникального оборудования занимаются красноярские инженеры. Именно в этом помещении были спроектированы два самых больших миксера в России. Хотя для самих конструкторов объем проектируемого миксера не столь важен. Для них первостепенной задачей является количество деталей в изделии. Например, в тех же миксерах с Красноярского алюминиевого завода их было порядка двух тысяч. Так как деталей много, для ручной разработки, уже с некоторыми наработками, даже предыдущими, разработать миксеры требуется где-то полгода. То есть конструкторскому отделу где-то вот пять человек. Приблизительно столько же времени ушло на проектирование и разработку статонных миксеров для КРАЗа. В реализации этого проекта российским инженерам помогали английские партнеры. Ну если кратко проанализировать, вот проекты зарубежных в наших партнерах, они качественные, но дороговатые. Мы имели задел, который более дешевый, но еще мало было доверия. Вот нам предложили переговорить, а нельзя ли вам объединиться, взять лучшие проекты, а организовать производство в Красноярске и этим избавить стоимость для заказчика. Это и было сделано. Сегодня на оборудовании, разработанном и созданном по этой схеме, изготавливается порядка 7% алюминия во всем мире. Главный критерий – качество получаемых сплавов. От него напрямую зависит конечный продукт, будь то орбитальный спутник или обычная алюминиевая банка. Рассмотрим простой пример банковского какого. Если в металле, который мы поставляем по прокатным производствам, будет содержаться в примеси, то банки будут просто протекать. Несмотря на то, что за 6 лет оборудование ни разу не давало сбоев, технологический процесс обязывает на каждом этапе производства крылатого металла снимать пробу. Для этого вот такую шайбу сразу после того, как она остынет, отправляют в лабораторию на химический анализ и последующую паспортизацию. История металла начинается с корпуса электролиза и заканчивается у конечного потребителя. И каждая партия металла имеет свой уникальный номер, свой химический состав, который привязан к этому номеру. И, собственно, это паспорт металла. Так называемый есть такой документ, называется карта плавки, по которому можно при желании отследить все, что с металлом происходило. Алюминий в чистом виде редко где используется. В основном предприятиям требуются сплавы на основе алюминия. Самый востребованный сегодня это дюралюминь. Благодаря примеси меди, магния и марганца дюраль гораздо тверже и прочнее алюминия. При этом пластичность металла остается прежней. Этот сплав на самом деле и является крылатым. Именно из него собирают фюзеляжи самолетов и ракет. За качество приготовления сплава в миксере отвечает так называемый МГД-перемешиватель. По сути, это комплекс бесконтактного перемешивания металла. Раньше процесс перемешивания в нем составлял очень много большого ручного труда. То есть летейщики работали в зоне повышенных температур, тратили много физических сил на приготовление расплава. Так как замешивание расплава требует присадки большого количества шехтовых материалов, требовало очень долгого времени приготовления металла. Сегодня же роль летейщика с кочергой выполняют электромагнитные поля. Принцип МГД-перемешивания основан на том, что под действием бегущего магнитного поля в миксере формируются интенсивные потоки расплава. Таким образом обеспечивается тщательное перемешивание содержимого ванны. Основным элементом системы МГД-перемешивания является индуктор. Он может устанавливаться как под печью, так и с боковой стороны печи. МГД-перемешиватели позволяют более равномерно распределять химсостав по ванне миксера. Соответственно, он получается однородным. Это требование как потребителей к качеству металла. Ну и от этого зависит качество конечного продукта, слитков. Сегодня российскими МГД-перемешивателями интересуются во всем мире. Некогда американские инженеры, приехав в Красноярск продавать свои технические решения, были настолько поражены разработками сибирских инженеров, что сразу же заключили договоры на эксклюзивное право представлять интересы компании за рубежом. Модель бизнеса, которую предложили американцы, полностью вписывалась в концепцию инжиниринговой компании, которой на данный момент и является научно-производственный центр. Российской фирмы, неизвестной зарубежному потребителю, очень трудно сделать поставки солидному заказчику зарубежному. Ну, во-первых, если говорить по требованиям продукции, и вид внешний, и требования к источникам питания, это вот засоренность высшими гармониками сетей и так далее, и так далее. Вот они это все знают, это одно. А второе, бренд, когда продает солидная фирма, ну, допустим, английская, да, ей намного легче это сделать, чем, допустим, мы бы сразу вышли. Долгое время слабым местом российских печей и миксеров были нагревательные элементы. Агрессивные условия эксплуатации за считанные месяцы выводили из строя дорогостоящие электронагреватели. Это объясняется тем, что алюминий – один из сильнейших окислителей. В жидком виде он растворяет даже железо. Мы убедились, что они отлично работают на простых алюминиевых сплавах. А когда потребовалось применение сложных сплавов, то мы убедились, что они не удовлетворяют требованиям надежности. И вот тогда-то мы и определились, что нужно нам самим заниматься. В качестве решения было предложено заключить сам нагревательный элемент в металлический корпус по принципу лампочки. Проблема заключалась лишь в том, чтобы найти сплав, который был бы способен выдерживать высокие температуры до 1200 градусов и при этом не поддаться воздействиям агрессивной среды. Если говорить о нагревательных элементах, то порядка так в полтора раза дороже, чем наши нагревательные элементы. Наверное, это нам и дает, в общем-то, выигрыш в конкуренции. Заказчики, естественно, любят, что дешевле, что надежнее. Однако проникновение на западный рынок идет не всегда гладко. Рынок конкурентный и часто сугубо технологических преимуществ продукта оказывается недостаточно, чтобы убедить заказчиков выбрать нового поставщика. Часть заказчиков поверили в нас, часть заводов, часть на перепуте стоит. Но мы оптимистично смотрим в будущее и надеемся, что в России мы будем основными поставщиками. Финальный этап производства алюминия – получение плоского слитка. На Кразе это, как правило, 20-тонные бруски. После остывания их маркируют и отправляют на распил для последующей транспортировки. Вообще же форма готового слитка зависит исключительно от дальнейшего применения. Это может быть прокатка для изготовления фольги и алюминиевых банок, или штамповка для формирования элементов кузова автомобилей, или волочение для создания высоковольтных проводов. Последняя технология сегодня считается самой дорогостоящей. Причина в том, что минимальная ширина бруска, который подходил бы для этих целей, ограничивается 15 сантиметрами, и для получения проволоки диаметром 0,5 миллиметра его нужно пропустить через прокаточные ролики 300-400 раз. В научно-производственном центре сегодня проходит испытание установка непрерывного литья для получения брусков из алюминия. Фактически эта установка позволяет значительно удешевить процесс прокатки металла. За счет получения слитка, диаметр которого не превышает 2 сантиметров. Суть технологии заключается в использовании специального кристаллизатора. Он создает электромагнитное поле, которое удерживает расплавленный алюминий в воздухе. В это же время происходит охлаждение слитка, что в итоге формирует в металле уникальную наноструктуру. Это позволяет придать слитку уникальные физико-механические свойства, пригодные затем для получения проволоки диаметром 0,1 миллиметра. Сегодня этот проект находится на рассмотрении в Роснано. Если он будет одобрен, то научно-производственный центр магнитной гидродинамики станет одной из крупнейших инжиниринговых компаний в алюминиевой промышленности. Конечно, все мы заинтересованы, чтобы промышленность работала. Вот загрузить сегодня промышленность могут инжиниринговые компании очень здорово. Почему? Потому что если мы имеем проекты, мы им делаем заказы. Ну, допустим, металлоконструкции. Вы видели, сколько тонн на одном миксере металлоконструкции. Это завод машиностроительный. Мы ему даем заказы, он загружен, работает дальше, совершенствует технологии и так далее. Это имеет огромное значение. Если мы поддержим российский инженеринг, тогда мы сохраним промышленность. За 10 лет работы в алюминиевой промышленности сотрудникам красноярской компании удалось удешевить производство крылатого металла. И это только красноярский алюминиевый завод. А ведь сегодня оборудование компании установлено в Братске, Саиногорске, Тайшете, Иркутске. Этот пример еще раз доказывает, что инжиниринг как раз и есть тот путь, по которому должна идти вперед российская промышленность, чтобы создавать продукты, способные конкурировать на мировом рынке. Редактор субтитров А.Семкин